всем привет и добро пожаловать на мой канал тема сегодняшнего видео вдохновлена ситуации жизненной поскольку я недавно в видео минус норвегии упоминала о том что норвегия старается прийти на безналичный расчет по всем вопросам и хотя для многих это не покажется минусом я все-таки чувствовала что когда у тебя нет альтернативы это не есть прям уже так все хорошо ну и сама столкнусь с этим буквально вот на днях рассказываю где-то неделю назад даже больше я потерял кошелек с банковской картой с правами с читательским билетом библиотеку с картой для магазина банковская карта у меня только одна у меня нет кредитной карты поскольку я это все не люблю стараюсь жить по средствам соответственно вся жизнь была в этой банковской карте конечно же что я первым делом сделала пошла банк и сблокировала карту а также заказала новую ну вот сказали что будет где-то неделя прежде чем я получу вот уже 8 дней прошло а карты так и нет сегодня уже была банке спрашивал как там дела с картой она в пути она в пути вот и пока она в пути я соответственно беру наличку через банковского работника вот именно в банке конечно можно было бы заказать карту онлайн через свой счет на который я захожу через телефон то есть у меня такой мобильный а банк через телефон но яркий любит так физически прийти пообщаться и глаза посмотреть затем по соответственно с этим да можно было бы например в магазине платить через телефон потому что можно загрузить приложение каждого магазина вместо карты использовать просто телефон но конечно же сам телефон будет привязан тоже карте поэтому конечно же для меня это тоже сейчас не вариант как например также оплаты через систему vips это тоже привязка банковской карты к телефону это конечно же очень удобно но честно скажу я не спешил обзаводиться этим випсом потому что не люблю вообще идею что мой телефон моя информация будет привязана к моим моим банковской карте конечно же все кто хотят все это узнают и так но все равно чем меньше данных о тебе мне кажется тем лучше и так мы все потоку под колпаком в этом мире вот поэтому сейчас только плата наличкой принципе нет в этом и плюс потому что тратишь меньше соблазнов вообще почти нет потому что не можешь пользоваться не интернет-магазинами не может заказывать билеты нигде да то есть его так живешь только вот по походу магазин за продуктами вот такая вот сейчас жизнь затем по поводу прав я потеряла права вообще сейчас норвегия не обязательно иметь вот такие вот знаете физические права на карте можно сейчас загрузить ваши права на телефон вы получаете qr-код и при остановке полиции можете показать показывать вот именно ваш телефон с qr-кодом но когда вы теряете права вы это сделать не можете вы должны распечатать через интернет до распечатать на бумаге временное разрешение на вождение автомобилем который дается на три месяца через месяц после того как вы потеряли права вы только через месяц сможете заказать новые права а пока должны ездить с этим разрешением и к нему должны приложить также удостоверение личности но поскольку водительских прав у меня нет фотографии надо носить с собой паспорт конечно с паспорта каждый день водить в машине тоже не комильфо но выбора пока нет поэтому берегу сейчас все и паспорт и все и в первую очередь телефон потому что в телефоне сейчас почти тоже вся жизнь человеческая да у нас есть привязки к мобильному банку оплаты через телефон вход в банк через телефон все через телефон поэтому телефон конечно надо беречь затем как еще выражается так называемая цифровизация я норвегия с точки зрения обывателя простого человека например оплата общественного транспорта также может проходить через приложение вы загружаете приложение например колумбус который пользуется нашем регионе транспортная сеть и можете всем оплаты и билеты проводить через телефон как пример я сейчас конечно в основном в основном по нашему маленькому региону езжу на автомобиле но когда я приезжаю в ставангер и в том регионе я пользуюсь используюсь автобусом и вот я например загрузила приложение которые тоже привязаны к банковской карте до которой у меня сейчас нет но вообще в теории и я могу покупать например билет на транспорт на одну зону которая считается исходя из километра километража километража то есть например я пользуюсь одной зоны и вот пользование одной зоной на сутки стоит 60 крон то есть 6 евро но конечно же вам дается qr-код но есть у вас нет карты снова проблему как вы будете оплачивать раньше можно было покупать билеты у водителя автобуса за монетки либо за купюры не знаю как сейчас потому что времена острый пандемии нельзя вообще контактировать с водителем как сейчас я не знаю но к примеру кстати вот я когда пользовалась автобусом ставангере и как раз был тот период когда сняли только-только сняли ограничения норвегия и вот в чуть они в первые же дни начали проверять билеты у всех у меня был qr-код мне не пришлось платить никакой штраф а вот кстати проверяющие нашли двух зайцев которые конечно же сначала прикинули что они по-норвежски не понимать потом прикинули что они вообще забыли потом прикинули что они сейчас ехали как раз за билетами потом уже не знали чего прикидывать в общем их сняли с автобуса пока они не заплатят и конечно же вряд ли отпустят в живьем скажем так затем вся коммуникация с садиком и школы происходит уже путем телефона интернета загружаются приложения приложение зависит от коммуны разные коммуны пользуются разнообразными приложениями например сейчас наша школа пользуется приложением висма и которая привязана тоже к вашему счету вашему мобильному банку то есть это тоже ваша идентификация соответственно вы можете получать сообщения давать информацию о болезни ребенка все через эти приложения контакт со школой то же самое было и с садиком следующий момент это система здравоохранения ну то что можно заказать время онлайн это уже не новость я помню уже даже пару лет назад тем же самым пользовалась принципом беларуси поликлиники также электронные рецепты я думаю не только в норвегии во многих странах уже кстати напишите как у вас с цифровизации в плане здравоохранения но здесь тоже зависит от того это коммунальные врачи либо частники потому что участников меньше компьютерных услуг то есть там надо больше все-таки звонить по телефону то есть физически контактировать они пальцем нажимать на кнопки вот а если это коммунальная система то есть все можно заказывать билет что я говорю заказывать время затем через sms например да либо через вот именно интернет затем можно заказывать рецепты обновление рецептов тоже не приходя к врачу это врач может сделать заочно для вас то же самое оформить больничный есть например загруженность у врача также такой момент который очень такой интересный что здесь можно если вы зайдете на сайт helsynorg.no можно получить всю информацию которая стоит на вас но конечно же не вся потому что заметки семейного врача вы не получите но например эпикриза от специалистов вы можете все прочитать затем информация о полученном времени у специалистов затем вся ваша вакцинация да вообще любая затем рецепты когда они заканчиваются сколько еще вас есть раз чтобы получить рецепт да на сколько раз он вам дан вся эта информация лежит вы можете ее открывать и пользоваться что я хочу сказать конечно сэкономить я поэкономила в течение этой недели но не сказать бы не сказала бы что это очень удобно потому что все-таки для тебя чувствуешь ограниченным например оплата бензина да если бы я покупала бензина на пунктах на бензоколонках без обслуживающего персонала то есть где можно платить через карту то бензин вы мне обошелся дешевле чем покупать его на бензоколонках с обслуживающим персоналом но вообще смотрю что сейчас гаки конечно закручивает потому что я конечно понимаю что вся эта система с безналом работает на то чтобы ликвидировать черную наличку да но 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 к примеру в последнее время когда периодически обновляется банк то стали действительно спрашивать такие вопросы которые раньше никогда не задавали например просто так вот надо было заполнять реально заполнять откуда у вас доходы сколько вы получаете в месяц из каких источников идет ваша сумма которая поступает на ваш счет откуда например эти деньги откуда эта сумма надо было все указывать я считаю что конечно очень личная информация по сути наверное думаю одна я такая была честная которая все зафиксировала другие наверное выворачиваются как могут есть у них есть там что заворачивать выворачивать вот поэтому что расскажу сейчас я жду все еще свою банковскую карту уже возле этого почтового ящика дежурю можно уже термос поставить и расставить наверное табуреточку вот но надеюсь что скоро же получу вернуть к среднестатистическому существованию они к существованию а-ля 90-е пишите как в ваших странах как происходит цифровизация нашего общества других регионах нашей планеты да будем на связи всем пока и до новых встреч